Привет, Анелпер! В этом видео поговорим о методе, который называется «зеленая ручка». Но прежде чем мы перейдем к этому методу, расскажу, зачем тебе смотреть это видео. Это видео будет тебе полезно, если тебе сложно принимать решение. Это видео тебе будет полезно, если ты всегда по жизни, или очень часто, не всегда, очень часто оборачиваешься на других с таким желанием, чтобы тебе кто-то подтвердил, что ты делаешь все правильно. Вот это видео будет для тех людей, у которых существуют подобного рода задачи. Итак, смотри, первым делом, что хотел сказать, видео такое будет немножко философское. Смотри, большинство людей, большинство людей не умеют принимать ответственность за свою жизнь. Вот, к сожалению, это так. И этому подтверждает, знаешь, есть такая статистическая, статистические такие вычисления, что каждый бизнес, который открывается через год, остается только 3%. То есть за год 97% бизнесов умирает. Почему так происходит? Потому что в большинстве случаев люди, которые перешли из найма в бизнес, они просто не готовы брать столько ответственности, принимать столько решений, которые нужно делать в бизнесе. И многие люди кричат и говорят, нам хочется свободы, возможностей. Но на самом деле им не хочется свободы и возможностей. Им хочется, чтобы им кто-то эту свободу дал, чтобы им кто-то эти возможности дал. А это уже говорит о такой инфантильной позиции. Это говорит о том, что человек не готов принимать ответственность за свою собственную жизнь. И это очень важно. Потому что свобода, во всяком случае в моем понимании, равно ответственности. Чем больше у тебя ответственности, чем больше ты готов принимать решения и нести за них собственную ответственность, тем больше у тебя свободы. А теперь перейдем к непосредственно методу зеленой ручки. смотри или метод зеленого письма в чем он заключается наверняка ты тоже учился в школе и когда ты учился в школе и учился писать сдавал свои первые тетрадки на проверку ты получал в ответ всю измалеванной красной ручкой тетрадку где было подчеркнуто все что неправильно все что написано плохо и к сожалению вот мы живем в таком большом травмированном обществе потому что нам постоянно указывают на то что плохо метод зеленой ручки заключается в том что мы подчеркиваем то что получилось хорошо и если бы в мире существовала такая практика когда дети учатся подчеркивать то что у них получилось хорошо именно зеленым цветом до противовес красному зеленым цветом то научение происходило бы куда гораздо более быстрее и интереснее потому что когда человеку ставят плохую отметку он считает что он плохой что он не способный ему подчеркивают его недостатки но если человека концентрировать на том что у него получилось то есть подчеркивать зеленым цветом то что было действительно хорошо то это помогает даже на визуальном уровне запечатлеть у себя в голове хороший результат то есть вот я написал буквочку свою загогулечку хорошо ну загогулечка это метафора да то есть это касается всего 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 что мы делаем в нашей жизни так вот когда человек отмечает или ему говорят о том что у него получилось хорошо он бессознательно начинает визуализировать этот результат и начинает улучшать его а соответственно когда мы указываем на недостатки то мы фокусируем человека на тех местах где он не очень хорош и у него в голове соответственно запечатляется уже негативная картинка негативная картинка которую он не знает как исправить поэтому бери на вооружение метод зеленого письма и анализируй свой день свою неделю свою деятельность подчеркивая то что у тебя получилось хорошо потому что когда у нас начинает что-то получаться хорошо у нас авто нам автоматом начинает это нравится и это прям очень круто теперь немного про хейтеров вот смотри в интернете очень очень много хейта очень очень много такой критики я даже скажу что это не критика это критика она конструктивно когда у тебя объективно что-то ты делаешь не такое нехорошее а тебе дают обратную связь я сейчас говорю не об этом я говорю про жесткую неадекватную такую хейтер скую критику где тебе просто пишет достань там член сорта человек который преподает нлп там не умеет разговаривать экает бэкает ну мне много чего писали суть не в этом не этих людей искренне жалко потому что эти люди как раз таки очень сильно в себя впитали вот эту парадигму красной ручки когда постоянно подчеркивается то что делается человеком плохо и это уже даже не хейт и это не критика это такой образ мышления замечать что-то плохое вот представь если бы были хейтеры которые постоянно просмотрев видео прочитав твой пост в инстаграме написали о вот это круто вот это круто вот это круто вот это круто продолжать том же духе чувак таких людей мало потому что мы все прошли через нашу систему образования в которой был метод красной ручки это не самый ресурсный эффективный метод ты можешь это исправить во первых старайся обучать своих детей если они у тебя есть по методу зеленой ручки но даже если у тебя нет детей твоя задача обучать себя по методу зеленой ручки когда ты замечаешь за собой что-то хорошее причем подчеркиваешь это ну метафорически подчеркиваешь анализируя свой день анализируя свою рабочую деятельность и любую другую деятельность где ты хочешь улучшаться если ты будешь фокусироваться на более позитивных моментах у тебя очень быстро придет наслаждение от жизни у тебя очень быстро придет радость очень быстро начнешь развиваться в том что тебе хочется а если же ты хочешь продолжать уничтожать себя продолжать оборачиваться на других то продолжать замечать свои недостатки вот если вернуться к хейтерам почему я сказал что мне их искренне жаль не их искренне жаль потому что это образ мышления если этот человек пишет в интернете другим людям которые что-то делают сплошной мусор то как же он относится к себе что он думает о себе представь сколько много всего он находит в себе негативного у него уже полна коробочка и он начинает это выплескивать на других вот в этом и есть смысл зеленая ручка подчеркиваем все что получилось хорошо и я желаю тебе успехов это был юрий пузыревский с берегов красного моря передача утренняя раскачка до скорых встреч пока пока и